Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка компании Тикмил и Самия Артур Идиатулин. Азиатские акции потеряли в цене в пятницу, так как, несмотря на благоприятные предпосылки конструктивного диалога между лидерами Китая и США в Аргентине, эскалация торговой войны остается главным риском для рынков. Слабая корпоративная отчетность в Европе усилила беспокойство по поводу роста еврозоны, но прогресс в Brexit не дает пессимизм перевесить в настроениях сейчас. Американские рынки были закрыты вчера по случаю празднования Дня Благодарения, поэтому торговая активность была снижена. Сегодня китайские рынки после открытия потянули локальные индексы вниз, так как акции голубых фишек в Китае снизились сегодня более чем над 2,5%. Шахайский опозитный индекс потерял сегодня около 2,5%. Акции китайских компаний сейчас застряли в нисходящем тренде, так как тарифы США и высокая долговая нагрузка в корпоративном секторе стали болезненной комбинацией рисков для акционеров, провоцировая бегство в более безопасные активы, ну то есть в наличные. Рост числа корпоративных дефолтов Китая говорит о том, что власти все еще не могут найти баланс между эффективностью и стабильностью, и упрепление одного из параметров неизбежно влечет ухудшение другого. В торговом противостоянии США и китайская экономика пока несут большие потери, нежели чем американские. Это видно, например, из индексов активности в производственном секторе, который указывает на сокращение объемов производства и снижение экспортных заказов. Последнее значение индекса за октябрь показало, что производственный сектор Китая едва ли демонстрирует положительные темпы роста. Сеульский Коспий снизился на 0,6%, Гонконгский Хэнгсэнт вслед за материком Китаем также сегодня торговался на негативной территории, австралийские акции выросли на 0,5%, но в недельной перспективе находятся в красной зоне уже вторую неделю подряд. В четверг европейские акции оказались под ударом, так как корпоративная отчетность европейской компании разочаровала рынок, указывая на то, что кроме внутреннего спроса, компании испытывают проблемы еще и со внешним спросом. Тарифы США создали диспропорции затруднения в цепочках поставок, и европейским компаниям приходится труднее сбывать свои товары зарубежным потребителям. Внутренний спрос продолжает оставаться в таком вдремлющем, латентном состоянии, так как программа ЕЦБ не достигла серьезных результатов в стимулировании и кредитовании домохадейств. Черновик по будущим отношениям, подготовленным британскими совместно с европейскими дипломатами, отношениями между Великобританией и ЕС после выхода Англии из Евросоюза, он должен был стать знаком, некоторым таким знаком, что стороны делают прогресс в процессе выхода Англии из ЕС, однако внутрипартийная оппозиция Мэй не позволяет считать любой прогресс во внешней политике сейчас надежным, если нет политического консенсуса внутри страны. На валютном рынке фонд стабилизировался чуть выше отметки 1,2850, подскочив на 1% четверг. Вот здесь произошел этот скачок. На фоне новостей, что у Англии ЕС представили черновой вариант соглашения, который описывает будущие отношения торговые и политические между двумя странами. Он стал вторым по счету таким важным документом после черновика Brexit, который приближает Британию к выходу из блока, что длится уже более чем 2 года, но документы должны будут одобрены быть в разделившемся на лагеря в британском парламенте, где есть евроскептики, где есть европейские партии и различного рода оппортунисты, готовые обменять свой голос на выгоду. Гасование в британском парламенте пройдет во второй неделе декабря, поэтому до этого времени фунту остается седлать волны волатильности, так как сейчас образуется благодатная среда для слухов. Фьючерсы на американские акции указывают на слабый старт Wall Street сегодня. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник.